Компадры, это снова я, и просто, ну невозможно, невозможно просто остановиться. Следующий пост, который я опять нашел венком, он, 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 он просто фееричен. Он даже несколько фееричнее, чем стартовый пост, и это присоединение к мнению топик-стартера предыдущего поста. Итак, я опять постараюсь не упоминать дайриники участвующих, но ссылка все равно будет висеть в посте, поэтому все могут сходить и почитать. Итак, таки согласен, тапочники могут не трудиться, именно так и называется этот пост, и мне кажется, это самое фееричное название. Вот в условиях всего происходящего. В этом репосте, это репост моего, вот того вот понравившегося мне юзера, который пепели у моей любимой формулировкой. И нас ждет анализ психологии замужних женщин с детьми за 30, которые увлекаются свэшем. И я считаю, это серьезная заявка на лидерство. Вот это действительно серьезная заявка на лидерство. Итак, сам пост. На инсайде поднялся ожидаемый визг из-за поста Яртоперкстартера о засилии слэша на ФБ. Визгом считается пост на... А, ну блин, ну как всегда. Дайри мне не переводят по комменту. Ну, в общем, это в одном из обсуждений... Что ж это у нас было за обсуждение? Обсуждение миди третьего уровня. Примерно на... Непонятно где. Походу, выпилили все. Итак. В общем, ничего нового, все тот же унылый гундеж про белые плащи и кактусы. Поиск анонимных логинов, из-под которых можно безбоязненно прийти и нагадить. Из-под своего ника ссыкотно. Кто бы сомневался. Я глубоко не вчитывалась, но вот фраза, опять нас в школьнице записали, а мы здесь почти все за 30 с мужьями и детьми, доставила отдельно. Этот абзац, честно говоря, мне лично доставил отдельно. То есть... Я, если честно, вообще б не пошел тут, блядь, ни в один дневник белоплащивых от своего логина, просто потому что они же потом будут набегать на мой дневник. Они там будут гадить. Я вспоминая, как замкепушка ко мне приходил в гости, да блин, мне стыдно было перед своими пчами. То есть, настолько сферическая ебанашка в вакууме, что становится стыдно, что ты такое призвал к себе в дневник. Но мы приступаем к психологии. Итак, если даму за 30 при наличии мужа, да в настоящем, а не в анамнезе, клинит на Слэше, при том как... При том так, что она не в... Прошу прощения, у меня глаза разбегаются. Так, с самого начала. Если даму за 30 при наличии мужа, да в настоящем, а не в анамнезе, клинит на Слэша, при том так, что она больше ничего другого не читать, не писать не может и не хочет, они сами в этом признаются, значит что-то у них не в порядке. Вы знаете, я, наверное, какой-то странный, но я считаю, что лучше, блядь, читать Слэш, чем ебаные дамские романы. Серьезно? В моем анамнезе было чтение дамских романов. И не по своей воле, моя соседка по парте, блин, читала их постоянно. Я заглядывала ей через плечо, я вам скажу, я буду читать Слэши дальше. Просто потому, что он лечит мне нервы и все такое. Но мы продолжаем ознакомливаться с постом. Ну, не потянет на извращение при нормальных отношениях. А если потянуло, отношение долго не продержится, разве что партнер сам извращением не чушь. То есть, погодите, вы читаете Слэш при живом муже. Это извращение. И если муж узнает о том, что вы читаете Слэш при нем живом, то он от вас уйдет. У меня нет слов. Это просто настолько потрясающе, что у меня нет слов. Ну, а если ваш муж тоже почитывает Слэшные фанфики или пишет их, то все нормально, у вас будет крепкий длительный брак, у вас будут дети обязательно геи. Даже если у вас будет дочь, она все равно будет геем. Даже если у вас не будет вообще никаких детей, они все равно будут геями. Потому что вы извращением ими увлекаетесь. Итак, дети отдельный вопрос. Дети всегда отдельный почему-то вопрос. Дети цвета жизни. Их как цветы, их либо в землю, либо в воду. Все. Мне вот интересно, пишет дальше автор поста. Неужели авторшам не страшно и не стыдно, что ребенок увидит их творение то ли на маменькином компе, то ли в сети случайно наткнется? Рунет тесен намного теснее, чем кажется надеющимся укрыться за левыми логинами. Неужели женщина за 30 об этом не думает? Вы знаете, я, наверное, своему ребенку лет так в 13, в 14, на крайний случай лет в 15, дал бы почитать некоторые свои Слэшные фанфики. Там есть годные идеи, которые этому ребенку в подростковом возрасте, блин, покажутся внятными, мудрыми и полезными. В конечном итоге, но какая разница, как он узнает о сексе? Главное, когда он узнает. А если у тебя ребенок шарится безвозбранно по твоему компу, то, блин, надо воспитывать просто ребенка, все. Чего бояться? КГБ придет, белый потивенчик прикатит под окна беленькие. И ребенок в сети случайно наткнется. Я на одной из ФБ-сходок киевских встретил прекрасную, потрясающую женщину, у которой сын гей. Он сейчас в Англии учится. Она уже состоявшаяся, замужняя дама. У нее взрослый сын. Она пишет Слэшные фанфики. И сын их читает, и, блядь, с ним ничего плохого не случается. Я знаю множество примеров, когда дети читают фики своих родителей, и с ними тоже ничего не случается. Они тогда даже вносят правки дельные. Дескать, слушай, ну, может, в ваши времена там доисторически так было, но у нас сейчас не так. И все, что? В чем проблема? Где проблема? Но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, грязные извращенцы. Еще одна новомодная фишка, продолжаем читать. Еще одна новомодная фишка в попытках оправдать безудержанное, распущенное порно, так, мол, женщины, пережившие насилие, в первую очередь сексуальное, но, возможно, эмоциональное и психологическое справляется с переживаниями. Я... Вот здесь я жалею, что у меня нет диплома психолога, я бы им потрясал сейчас. Как горящими трусами потрясал бы, тряс бы, и пепел осыпался бы мне на голову. Где? Где они находят столь потрясающие идеи? То есть мне кажется, что кто-то из антислэшеров придумывает это, все антислэшеры в это верят, и потом приписывают это как слова слэшеров. Это фермично, это потрясно, чуваки, ну я не знаю, у них безудержный кладец воображения. С них, блядь, пример нужно. Отдельно мне нравится формулировка «безудержное, распущенное порно». Бывает ли безудержное, целомудренное порно? Бывает ли не безудержное, распущенное порно? Ну, то есть вообще, она фееричная эта формулировка, я не знаю. Но мы идем дальше. Не уверена, насколько действительно такие излияния помогут справиться с той самой травмой, а не заглушить симптомы, оставив реальную опасность свалиться в травму в любой момент. Но если им становится легче, пускай бы, но при одном условии. Их облегчение не должно идти дальше письменного стола вордовского файла. Потому что выплеск эмоций может очень удачно лечь на чьи-то юные мозги, затуманенные гормональными вспышками, и здорово свихнуть неокрепшую психику. Чуваки, давайте примем за данность, что, блядь, если у тебя уже начались гормональные вспышки настолько, то твоя психика к этому моменту уже достаточно окрепла. Я писал, блядь, курсовую работу на эту тему. Психическое новообразование, мою мать, в подростковом возрасте. Чуваки, чуваки, прекратите так печь вся чьи-то юные неокрепшие психики. Юная неокрепшая психика у меня сейчас. Потому что я не могу спокойно это читать. Вы видите, как меня фидорасит прям на безудержное веселье. Ах нет, подождите, безудержная распущенная порно прям в камеру. Точно. И мы продолжаем. Как результат, разочарование, опустошенность, в особо тяжелых случаях попытки суицида, иногда успешные. Это после пресечения фанфиков? Ребята, я еще не видел ни одного человека, который прочитал такую горячую, классную, хорошо прописанную пвпшку и захотел самоубиться. В большинстве случаев чувак хочет либо продать, либо подрочить. Самоубийство это как-то не в эту степь. Но повесть о каменном хлебе читали, да? Не читал. При этом настоящему насильнику от этих выплесков облегчений ни холодно, ни жарко. Он про них либо не узнает, либо посмеется и пальцем у виска покрутит. Совсем баба спятила, видать, траха ей не хватает. Вообще-то вот, ну, мы если рассматриваем перепроживание травматической ситуации как один из способов психотерапии, оно, блядь, к насильнику вообще никакого отношения не имеет. Я еще не видел ни одну жертву, которая написала роман на почте того, что ее изнасиловали и принесла насильнику. Это, блядь, бред! Ну, это бред чистейшей воды, то есть, зачем прикручивать сюда какого-то насильника? Он, блядь, сделал свое дело и ушел. Все. С ним разбираться будут другие органы. А вовсе не фикрайтерское братье. Но, заметьте, уже использован любимый прием белоплащевых. Да у тебя личной жизни нет или секса не хватает. Может очередной раз решить, что всем им бабам траха не хватает и попробовать снова осчастливить очередную, что под руку попадется. Я не хочу вдаваться в психологию насильников. Но, блядь, я не знаю, это настолько дикое предложение, что меня оно даже немного схвикает. Оно абсолютно чуть менее, чем полностью. И последнее пишет автор поста. А зачем вы слэш читаете, в каждой выкладке есть джент? Что вас на слэше зациклило, проходите мимо. Наличие прекрасной клумбы, не оправдывая существование, наваленное рядом в куче дерьма, и не является поводом эту кучу не замечать. Вы знаете, я, как человек, в свое время очень, так, масштабно занимавшийся садоводчеством, хочу вам сказать, клумбы нужно удобрять. Это нормально, когда ты растения удобряешь. Они от этого растут лучше. Поэтому, если брать как факт наличие слэша как говна на клумбе с дженом, то, блядь, все оправдано. Ну, то есть, это логично. Мы удобряем вашу клумбу, чтобы джен рос гуще. Все. Все. Причем, что тут? Куда тут? Я не знаю, я пойду посмотрю, есть ли анально огородился автор поста. Но в комментах тут я вижу большие посты, и, наверное, тут что-то прекрасное есть. Первый же юзер пишет. Меня больше всего поражает, что слэш пытается усиленно оправдывать. Так не даёбывайте нас, мы не будем оправдываться. Все дела. Хе-хей. Причем какими-то левыми оправданиями. Блин, а бывают правые оправдания. Вот центральные, там, диагональные оправдания. Ну, почему они сразу левые? Это аргументация в защиту своей точки зрения. Отстаньте от нас. Итак, дальше. Идея про переживание таким образом насилия. Теоретически все писатели что-то сублимируют, либо переживают. Есть такая теория. Практически. Практически. А при чем здесь уже целая субкультура со слэшконом и отдельными фикатонами? Это так все дружно переживают? Блин, я не знаю, почему им можно писать дженовые фички и получать от этого удовольствие. А нам сложные фички нельзя писать и получать от этого удовольствие. Ну, серьезно, согласитесь, это как-то нечестно. Ну, то есть, все равны перед Богом, только некоторые ровнее. Ну. Апелляции к личной жизни как от самих авторов, так и от противников тоже умиляет. Вот лично мне без разницы, что пишет девочка Маши 16 лет от роду, что Елена Николаевна 30 лет от роду и с двумя детьми. А что Сереже 25 лет со сложной личной жизнью. Вопросы нравственности этих самых детей, поднимаемых какими-то левыми людьми, особенно забавны. У меня есть тексты, которые я бы не хотел показывать ребенку. Причем не из-за свежа. Я вряд ли дам маленькому ребенку читать Мартина Сапковского дреона. Сапковского я бы тоже не давала читать ребенку. А что Мартина нельзя читать? Блин, клево, все умерли, отлично. Но дети вырастают и в жуткую смену ориентации из-за прочитанного слэша, я не верю. Пусть даже этот слэш и написан родной мамой. То, что мама пишет плохо, ну жаль, но тоже не традиция. Это вот не трагедия. Я вот не понял, этот комментатор пытается одной жопой на двух стулях усидеть? Типа, антислэшер, слэшер в одну... В один присест? Ну, завершает он свой комментарий прекрасным. А вот исходный пост ТСа предыдущего действительно прекрасен. Меня больше всего поражает, как легко авторы слэша забивают на канонические характеры и отношения. При том, что это далеко не только слэшная трагедия. И в Гейте, и в Джейне бывает, что задачу подгоняют под ответ. А читатель хлопает глазами и пытается опознать героев. Но у Саши есть тот самый набор гениальных отмазок. От вы гомофоб до не лезьте у нас в своя субкультура. Простите меня, просто только что так пропёрла. Не лезьте у нас в своя субкультура. Вы... Сижу у себя в дневнике и не добираю прекрасного. Оказывается, у слэшеров есть своя субкультура. Что у нас дальше есть? Ну, то есть... И тут появляется один из моих любимых юзеров. В хорошем смысле любимых. Я был длительное время подписан на него. Прекрасное создание. И пишет... Простите, мне даже как-то неловко. Что делать тем, кто не считает слэш фамгет бездраственным? Просто вот некоторым героям идёт гет, некоторым слэш, некоторым вообще фэм. А вот так гульно объявлять какой-то жанр направления грешноватым, это ну как минимум неприятно. Я этого персонажа по ссылке не знаю, но могу и от своего ника прийти и сказать, действительно неприятно эта поза выглядит. Голос разума в трейде. И что же ему ответит... Чувак, который перепостил. А что, что-то надо делать? Или вы не можете отличить высказанного кем-то личного мнения от повестки в суд? Фигерия. Одни думают так, другие иначе. Это, по-моему, нормально. Вам неприятно осуждение слэша, другим неприятен и весьма неприятен сам слэш. И не только слэша, вообще порнуха с персонажами книг и фильмов, которые совершенно не про это. Мне лично похрен на грешноватость. Меня убивает катастрофическое снижение планки восприятия героев и их мира, внешнего и внутреннего. Чудовищный регресс. Знаете, если проводить аналогию между слэшными фичками рейтинговыми и джедовыми безрейтинговыми, то там вообще одинаковая планка. Ну, то есть. Ничего, ничего катастрофического. И, 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 и дальше просто феерия. Они начинают сраться между собой. Чуваки, они реально начинают... По-моему, уже примеры с задержанием жулика пошли. Я, 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 я не знаю. У меня не хватает слов, чтобы комментировать все это. Это просто нужно пойти и почитать. Просто вот от и до. Стартовый пост не был столь прекрасен, как этот. Комментарии в стартовом посте. Фуфло по сравнению с вот этим торжеством. Оказывается, ФБ-площадка заточенная на рейтинг и слэш. Я чего-то не знала об этом мероприятии. И... И просто-просто феерия. Идите, читайте, серьезно. Идите, читайте, потому что это того стоит. А я надеюсь, меня все-таки попустят, отпустят и больше у меня ссылок таких не будет переносить, потому что я сейчас заспамлю свой дневник дурацкими обзорами. До встречи!